Итак, если вы посетите людей с другой планетой, которые превзошли нас и нашли решение большинству беспокоящих нас проблем, то у нас была бы причина изучать их язык, ведь изучение их языка была бы реальная выгода. Если они смогли избавиться от рака, болезни сердца, заболеваний нервной системы, то была бы причина прислушиваться к ним. Но у некоторых людей настолько испорченное самолюбие, что они не способны даже слышать то, что могло бы принести им пользу. Они даже слышать это не могут, о них могут сказать, что они не хотят слушать, так как считают, что достигнут некого уровня превосходства и непредичествуют слушать других людей, то есть проблемы с сомнением. Я бы сказал так. Если у кого-то неизменный взгляд лиценностей, как например люди, жесткие, серые, то им не интересна никакое общение, отливающее эти взгляды. Ведь он вкладывает их в много смыслов. Вы же скажете, их общение неэффективно, а имплевательное. Это не сообщает людям, что вы имеете в виду. Необходимо убедить людей в том, что обычные они мысли в рамках общепринятых понятий, так как те уже доказали свою полезность в пределах данной культуры. Понимаете? Я опускаю солнечный майский денек, я сразу говорю по существу. Если вы собираетесь рассказать о чем-то другому человеку, сначала спросите его, почему он хочет вас прислушать. Ведь это не даст ему сиюминутной выгоды. Кроме как если он изучает коммуникацию. К человеку с реликимистскими взглядами, неважно, вращается планета Венера или нет, в этом нет ничего ценного для среднего человека. Особенно для водопроводчика, если он, конечно, не интересуется астрономией. Есть много достоверной информации, которая, однако, не представляет никакой ценности для другого человека. Если вы займётесь изучением мозга и многое узнаете о его работе, может оказаться, что ваш собеседник не видит в этом никакой пользы. Для него это имеет ресурсиональность. Понимаете? Влияние на людей это когда мне нравится, ты одеваешься, у тебя очень уютно думать. Но что дети просто очаровать меня. И тогда вы сможете общаться. Если вы хотите поварить с людьми, если вы стремитесь к тому, чтобы поварить с людьми, то изучение коммуникации вам ни к чему. Но если вы понимаете, что вам всегда известна вещь часть информации по какому-либо вопросу, и что она воспринимается вами относительно вашего прошлого опыта, когда у вас есть преимущество, Может быть, это будет преимуществом только для вас одного из десяти человек, или же вы единственный, кто распознавал на этом пользе, а не те другие. Все другие могут отвергнуть вас, посчитать вас непрактичными. Быть практичным значит соответствовать определённому намору взглядов. Субтитры создавал DimaTorzok